Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Аминь. Деяния апостолов, 13 глава, 1 стих. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Саввел. Толкование. Еще о Варнаве упоминает прежде, так как Павел еще не прославился, не совершил еще никакого знамения. Но следует заметить, что и Павел, и Варнава причтены были к лику апостолов. Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника. Вот что значит характер каждого, и воспитание не оказывает влияния. Посмотри, каким нечестивцем остался Ирод. А его совоспитанник Манаил так изменился, что удостоился даже дара пророчества. 2-8 стих. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савва на дело, которому я призвал их. 3-10. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. 4-10. Си, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. 5-10. И, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна до служения. 6-10. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. 7-10. Сей, призвал Варнаву и Савва, пожелал и услышать Слово Божие. 8-10. А Елима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Толкование. Что значит служащим? Это значит проповедующим. Кем же рукополагается Павел? Лукием и Манаилом, а вернее Духом Святым. Хиротонисуется же он, чтобы проповедовать со властью. Галатам 1.1. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Дальше. Это в том отношении, что не человек призвал его и обратил. Рукополагали не так, как дьяконов, но возложили на них руки после предварительного поста и молитвы, так что из этого можно заключить, что Варнава и Павел через такое рукоположение получили высшую иерархическую степень, чем дьяконская. В селевки они не останавливаются, знаем, что жители ее могли стяжать много пользы от соседнего с нее города, а спешат исполнить неотложное. Удивительно, проконсуле то, что он, быв ранее увлечен уже магией волхва, пожелал послушать апостолов. Но обратив внимание и на волхва, когда апостолы проповедовали прочим людям, он очень негодовал. Вознегодовал уже особенно тогда, когда они пришли к проконсулу. Девятый, двенадцатый стихи. Но Саввел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, и устремив на него взор, сказал, О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Толкование. Здесь вместе с рукоположением Саввла меняется и имя его. Переименован же он для того, чтобы и с этой стороны быть не ниже апостолов. А что касается преимущества, какое имел корифей учеников Христовых Петр, так и Павел, кажется, пользовался таким же уважением и имел случай снискать даже большее расположение. Никакого рода лести, говорит, не оставалось, которого бы ты не имел. Верно сказал, всякого коварства, потому что волк был истец и лжец, а сыном дьявола называют его, потому что он делал дьявольское дело. Не с нами, говорит, воюешь и сражаешься, но развращаешь пути Господни правые, и будешь слеп, не видя солнца до времени. Тем же средством, каким был обращен сам, хотел и его обратить. Итак, это было не наказание, но врачевание, потому что Павел почти что говорил, не я творю это, но рука Божия. А выражение до времени очевидно было словом не наказывающего, а обращающего. Потому что если бы оно было словом наказывающего, то Павел сделал бы его слепым навсегда. А здесь не то, но до времени, чтобы подействовать на проконсула, так как дает этим знать, что от самого волхва зависть получит снова зрение. Нужно изменить образ жизни на лучший. Искание вожака – доказательство слепоты. Нужно было посредством такого именно наказания вразумить того, кто прежде был увлечен магией. Таким образом, наказание как бы вразумляли и волхвов. 13-15 стихи Отплыв из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пиргию, в Помфирии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пиргии, прибыли в Антиохию Писидийскую, и, войдя в синагогию, в день субботний сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им, «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Толкование Иоанн, нарицаемый Марк, сопутствовал им в евангельском шействе от Палестины до Пиргии Памфилийской. Потом, когда апостолы ускорили свое шествие и с твердым, непреклонным духом стали вооружаться на подвиги, Марк, как человек слабый и не решавшийся на такое путешествие и на те подвиги, опасности и борьбу, какие представлялись в каждом городе, отстав от апостолов, возвратился в Палестину, не отрицаясь Христа, но отказываясь от дальнейшего путешествия, так как оно было трудно для него. Павел и Варнава возвратились в Иерусалим с обильными плодами веры и благовествовали находившиеся в Иерусалиме церкви об обращении и покаянии язычников. И когда все стали воздавать Павлу и Варнаве хвалу за их полные успеха подвиги, Марк опечалился, смутился душою и, быть может, подумал, если бы и я был с апостолами, то и я сделался бы участником в их славе. И снова пожелал выступить вместе с апостолами на проповедь. В синагоги они входили в одежде иудейской, чтобы не встретить сопротивление и не быть выгнанными, и достигали таким образом во всем своей цели. Комментарий Игнатия Лапкина. Слово «благовествовать» и «проповедовать» это... Слава Иисусу Христу! Слово «благовествовать» и «проповедовать» это основные слова, характеризующие деятельность апостолов. Конечно же, апостолы любое дело начинали с молитвы и заканчивали благодарственной молитвой. Но нигде ни одним словом Новый Завет не обмолвился о богослужениях апостолов или их учеников, чтобы они богослужения ставили в основу своей деятельности. Деяния апостолов наглядно и очень зримо показывают, что даже встречаясь друг с другом, апостолы и благовествовали, и проповедовали. И ясно, что каждая встреча приносила что-то новое, радостное, неизвестное. И главный разговор их был о том, как душа обращается ко Христу. Деяние 21.20 Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Деяние 15.20 «Тогда умокло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Дальше толкование. «Главным знамением и чудом было обращение через проповедь ко Христу. Что могут сегодня рассказать архиереи друг другу? Что могут рассказать священники, сизажающиеся на исповедь или на епархиальное собрание? Их разговоры чем угодно, но только не о проповеди. И тем более не об обращении через проповедь, не об успехе благовестия». 16.24 стихи. «Я вчера прослушал, у меня скинули материалы, дескать, посмотрите. Выступает один батюшка. Ну это в Татарстане, там город такой, болгар какой-то. И вот он рассказывает, как ездили в баре, поклонялись мощам. И вот столько слов, ни слова нет о благовестии, вообще нет. И не он. Видно, что два часа, говорит. Рядом другой ролик. Три часа. Три часа. Вот просто балагурство какое-то идет. Вот жена, как дети. Я, и вот она, как дочка моя, своих детей любит. Это можно разговаривать за столом, где-то в поезде едете. Но это в храме, видно, что в храме сидит, спиной к алтарю. Народ с ним. Это хорошо, что общение. Но о благовестии ни слова, нигде ни разу. Они не знают Евангелия. Я считаю, это все от того, что не рожденные свыше. Не водимые Духом Святым. Рожденные, а Духа Святого, водимые Духом Святым, он говорит об одном, о Христе. Павел, говорит, пришел к вам, не знающим ничего, кроме Христа распятого. Здесь все, что угодно, кроме Христа распятого. Это абсолютно противоположное Евангелию. И он этого не понимает. А можно его из этого состояния вывезти, батюшку? Ну, я вчера потратил много времени. И он там говорит о Фатимском чуде, Португалии. Считает за святым. Он слепой тогда, он нерожденный. Он не понимает, что это бесовское обольщение. Восхваляет это дело. Все это сделано для того, чтобы подчинить Россию католикам. Разгромить Россию. Уничтожить православную веру. И мы вчера выставили один ролик. Пришлось мне потратить время на это. Ну, у меня материал был готовый. Уже заранее. Вот этот материал. Как он называется? Просчитай. Называется «Война в Фатимском кавычках чудо». Кто же явился и для чего? Вот оно где. Вот посмотрите, какое. Я даже могу сейчас увеличить немножко. Добрый вечер, Игорь Михайлович. Добрый вечер. Все. Вот я теперь показал. Убирай. Вот тогда посмотрите. Здесь на основании ощевицев. Это явно что дьявольское было прещение. Это как НЛО. Это контактеры, дети. Первая Россия будет наказана. Так о России они заботятся о Португалии, когда сами Бога не знают. Надо молиться. И притом батюшка видно, что с народом имеет общение. Привыкший уже это. Это просто удивительно. Вот я смотрю на все. Я как-то одному метрополиту сказал, идет вот такие вот рукава. Вот такой рукав, как цыганская юбка. Зачем? Да все это греки нам оставили. Ну это хотя бы тебе еще обязанность поставлена, чтобы такие рукава были. Не нужно рукава-то. Пыль только собирать. Даже это не могут убрать. И вот отзывы там, гляжу под этим. Клоуна-да какая. Люди так и говорят. Они Бога не знают, священники. И вот посмотрите. Большой ролик получился. Там большое исследование по порядку. Что не сходится. Ни одного момента не было в этих видениях, чтобы было, можно подумать, что это от Бога. Ни одного. Все на одного говорят. Это прелесть сатанинская. Дальше. 16 по 24 стихи. Павел, встав и дав знак рукою, сказал. Мы же израильтяне и боящиеся Бога. Послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил на сей народ во время пребывания в земле египетской. И мышцы вознесенные вывел их из нее. И около сорока лет времени питал их в пустыне. И истребив всем народа в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после всего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя. И Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Есеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомство Бог по обетованию воздвиг Израиля спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение, покаяние всему народу израильскому. Толкование. Павел проповедует здесь первый раз. И посмотри, с каким благоразумием те места, где идет речь о Боге в слове, обходит и останавливается на местах, не упоминавших о семени Давида, как сам он говорит, когда пишет римлянам 15-20. Притом я старался благовестовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании. Посмотри, Варнава уступает Павлу, как Иоанн уступает везде Петру. Хотя Варнава пользовался большим уважением, но он поступал так, имея в виду боль общую пользу. Напомним, о древних событиях указывает, как и Стефан, на бывшие тогда великие благодеяния Божии. Нужно заметить, что слова эти в книге царств находятся не в том виде, как здесь. Там только пророчески сказано Самуилам Саулу. 1 Царств 13.14 Но теперь не устоять царствованию Твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу Своему. И повелить Ему Господь быть вождем народа Своего, так как Ты не исполнил того, что было повелено Тебе Господом. Дальше. Из этих слов Павел составил такое положение. Они сказаны были потому, что у иудеев было бычай читать в субботу закон Моисеев и пророков и после чтения обращаться с речью к народу и объяснять прочитанное. Поэтому начальники синагоги и предлагают с бывшим с Павлом говорить в синагоге. Имя Давида было особенно любимым иудеем именем. Поэтому говорится, что воцаряется царь от его племени. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. Под явлением разумеет воплощение. 25-37 стихи. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, У которого я не достоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова, И боящиеся Бога между вами, Вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, Не узнав его и осудив, Исполнили слова пророческие, Читаемые каждую субботу, И не найдя в нем никакой вины, Достойной смерти, Просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, То сняв древо, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, Которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, И которые ныне суть свидетелей его перед народом. И мы благовествуем вам, Что обетование, данное отца, Бог исполнил нам, детям их, Воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, Ты сын мой, я ныне родил тебя. А что воскресил его из мертвых, Так что он уже не обратится в тление. А всем сказано так, Я дам вам милости, обещанной Давиду, верно. Посему, и в другом месте говорит, Не дашь святому твоему видеть тление. Давид в свое время послужив, Изволение Божие почил, И приложился к отцам своим, И увидев тление. А тот, которого Бог воскресил, Не увидел тление. Толкование. И он не просто освидетельствует, Но отрицает от себя самую славу, Которую все приписывали ему. Не одно и то же отказываться от чести, Когда никто не оказывает ее, И тогда, когда ее предоставляют все. Указывает здесь на именитое происхождение иудеев. Некоторым образом извиняет их, Распили говорит, не зная, кто он. Потому что злодеяние совершено В следствии неведения. Говорит, что смертная казнь была желательна им. Выводит на сцену Пилата, Чтобы с одной стороны Сделать общеизвестным страдание, С другой подвергнуть себя большему обвинению, Как предавший Христа мужу иноплеменному. И спросили, говорит, Позволение на убиение, Хотя Пилат как бы не желал этого. Да не смущает тебя то, Чтобы Иисусе говорится, Что он воскрешен Богом. Потому что если Иисус Есть не иной кто, Как воплотившееся слово, А слово по свидетельству Писания, Христос, Божия сила и Божья премудрость, Есть сила Отца, Который он совершает все, То следует разуметь, Что Иисус сам воскресил себя. Если говорится, Что он воскрешен Отцом, Так говорится в том смысле, Что Отцу, Как такому началу и такой причине, Которое вне времени, Приписывается все, Чем они никак не могли бы быть, Если бы не подкрепляла их сила Божия. И так, сказав выше, Что слово положено было во гробе, Павел, Чтобы кто не подумал, Что он назвал слово бесплотным, Снова называет его Иисусом, И ни на один момент не допускает Воплотившимся в слове разделения, По соединению двух естеств. А от Отца в Сын рождается, Как признают это даже и витяки, Безвременно. Тело Господа и Спасителя, Христа, Называется нетленным и бессмертным, Потому что ясно, Что оно обладалось свойством нетления, Со времени самого воплощения, Так как Христос был безгрешен. Тот, кого воздвиг Бог, Не видел истления, Но вместо гроба Соделал местом нетления, Потому что восставший С собственной силой Христос Поистине воссиял, Как начальник нетления, Дабы и мы восстали из гробов И вышли в сретение ему, Когда в день ожидаемого воскресения Он придет во второй раз Со славой на облаках. 38-41 стихи Итак, Да будет известно вам, Можи, братья, Что ради него возвещается вам Прощение грехов, И во всем, чем вы не могли Оправдаться законом Моисеевым, Оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, Чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, Призрители, Подивитесь и исчезнете, Ибо я делаю дело во дни ваши, Дело, Которому не поверили бы вы, Если бы кто рассказывал вам. Толкование Смотри, как не договаривает О сущности дела, Об обетованном семени. Не привел свидетельства, На которые они могли бы полагаться в том, Что отпущение грехов Совершается через Иисуса. А это не подлежало сомнению. И великого удивления Достойно было то, Как Израиль, Зачисленный в сунг детей Божиих, И наименованный первородным. Тот Израиль, Ради которого погиб Египет, Предается вавилонянам, Предается не только мечу их, Но даже и плену, И рабству, И всевозможным страданиям. Дело так и столь величественно, Что покажется даже невероятным, Если кто сообщит вам о нем. 42-48 стихи При выходе их из иудейской синагоги, Язычники просили их говорить О том же следующую субботу. Когда-то собрание было распущено, То многие иудеи и чтители Бога, Обращенные из язычников, Последовали за Павлом И в Арнавою, Которые, беседуя с ними, Убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался И слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, Исполнились зависти, И противоречия и злословия Сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава С дерзновением сказали, Вам первым надлежало быть Проповеданно Слово Божие, Но как вы отвергаете его И сами себя делаете Недостойным вечной жизни, То вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь, Я положил тебя во свет язычникам, Чтобы ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались И прославляли Слово Господне, И уверовали все, Которые были предуставлены К вечной жизни. Толкование. Ты видел мудрую сообразительность Павла, Чтобы привязать и расположить к себе язычников, А также, чтобы сообщением им Всего вдруг не рассеять их внимание, Он высказал сначала несколько намеков, И не разрешил их, И этим вызвал в язычниках желание Послушать его в другой раз. Сказал, Что возвещается вам оставление грехов, И как совершится это оставление, Не объяснил. Не крестил их же тотчас, Потому что это было неблаговременно. Столь велика нетерпимость зависти. Многие совершенно не знемогают И умирают от того, Что видят других в чести. А такого рода люди способны Противиться не только человеку, Но и воли Божией. Не говорит, Оставляем вас, Но выражается так, Что допускает возможность Своего возвращения в Антиохию. Итак, Род Господень в сущности Есть весь вообще род человеческий. Но Израиль есть Особенно близкий род его. И так как он пришел к Израилю, А прочие народы Просветил через апостолов, Язычника возрю через тебя Просвещением И дарую всем спасение, Потому что это именно Означается словами До концов земли. И положу конец договорам, Сделанным от самых. Слово завет Объясняется многими Как договор, условия. Хотя они предназначены Или предопределены были В жизнь вечную, По предвидению, Но уверовали по собственному желанию, По собственной воле. Предвидение же Божие Не уничтожает Свободы нашей воли. Павел стал им Не вдруг по рождении И не в юности, Но спустя довольно времени, Когда у него составилось Понятие о своем значении И своих доблестях. 49-52 стихи И Слово Господне Распространялось По всей стране, Но иудеи, Подстрекнув Набожных и почетных женщин И первых в городе людей Воздвигли гонения на Павла И в Арнаву И изгнали их Из своих пределов. Они же, Отрясши на них Прах от ног своих, Пошли в иконию. 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 Видишь, На какой гнусный поступок Склонили женщин. Стараются Преградить людям Путь ко спасению При содействии женщин В подражании Древнему оболестителю дьяволу, Который орудием Для преграждения Людям Входа в рай Избрал Еву. Не без причины Поступили так, Но потому что Были изгнаны иудеями. Учителей гонали, А они радовались. Такова сила Евангелия. Страдание учителя Не отнимает Дрязновение ученика, Но делает его Более бодрым. Комментарий Игнатия Лапкина. Учителей гнали, А они радовались. Страдание, Как возмездие за грех, Всегда угнетали людей. И только христианство Возвело страдание За благовестие, За любимого Иисуса в радость. Их гнали Не за недостачу В церковной кассе, Не за моральность Образ жизни, Не за противление Епископам, А за учительство, За благовестие. Воистину прав, Сказавший, Что в вечности Будет и вечная радость, И вечное мучение, Но радоваться за то, Что тебя мучают За Христа, Это счастье дано Только благовестникам В этой земной жизни. Как много есть В мире героев, С которых люди Пишут образ того, Кому можно подражать. Дух Святой Через апостола Павла Говорит только об одной категории лиц, Которым нужно подражать. Это не чудотворцы, Не затворники, Не патриархи, Но проповедники, Которые несли людям Благую весть о Христе. Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, Которые проповедовали вам Слово Божие, И, взирая на кончину их жизни, Подражайте вере их. Читающий эти строки, Хотел ли бы ты Принять награду от Бога, Радость неизбывную, Быть гонимым, Как проповедник? Начни сегодня свидетельствовать Об искуплении во Христе Иисусе, О благодати призывающей, И ты будешь гоним Своими же собратами. Вот поясняю. У нас община небольшая, Благовестническая. Только в окрестных деревнях Мы раздали Евангелие 30 тысяч. В каждый дом заходим, На все про все, Две минуты, не больше. И говорим, В три часа сегодня будет собрание В Доме культуры называется, Или в клубе, Иногда на стадионе. Кто придет, Тем дарим Новый Завет. Все бесплатно. Ну как должны люди Относиться к этому? Принимают везде, Везде, где нет церкви. Как только, Вот большой районный центр. Чем ближе к храму, Тем люди подозрительнее относятся. Они ходят в храм. Сектанты. Ну Евангелие, У вас есть Евангелие? Зачем оно нам? Как зачем это? Евангелие, это жизнь. Не надо, Мы ходим на исповедь, Причащаемся. Бабушка выходит. А вы что мучите ходите? Совсем-то. Я уже 30 лет на клиросе там. Пошли отсюда. В одном месте Вышел серьезный, Крепкий, Как дуб мужчина. Рядом девочка стоит. Кто такие? Мы говорим, Евангелие раздаем И говорим, Чтобы собраться, Побеседовать о спасении. А кто вас благословил? Ну как благословили? И мы верующие, Бог благословил. Мы такую даль к вам ехали. Ну в соседний дом зашли, Когда женщина взяла Евангелие, А мы спросили, А что это за человек такой? А это батюшка, Он за это дело запрещенный. То есть за пьянство запрещенный. Но тут он герой. Он не служит. И вот мы находимся В Алтайском крае. В Алтайском крае Это всеизвестное место. И тут Карабейниковская икона Божьей Матери. В Карабейниково. Это куда крестный ход делать? Искусственно все это сделано, Раскручено. Мы проходим. Больше тысячи народа. Тысячи. Кажется, в двух домах Только нашли Евангелие. Мы даем Евангелие. Новое заветное. Это 450 новых заветов Только раздали. Раздали новых заветов. Священник Выходит. Роман. Звать его отец Роман. Самая главная история. И везде сразу вызывают милицию. И начинают травить. Это приехали Свидетели Иеговы. То другое. Майор стоит. Это все мы засняли. На пленку. Это все в интернете стоит. Милиция подходит. Мы показываем. Мы зарегистрированы. В отделе краевом юстиции. Созвонились. Те отвечают. Кто-то там был или как-то. В воскресный день. Даже удивительно. Нет. Говорит. Это православное. Он знает, что лжет. Ой, Игнатий Тихонович. Только уезжайте скорее отсюда. Вот как. Когда Христос. Там где свиньи утонули. Гадаринский. Вот они кричали. Точно так же. Мы это все записали. Это же в Ребрихе. С священником договорились. Ну сначала мы к нему пришли. Узнали где живет. Отец Олег. Побеседовали. По-хорошему. Мы везде расклеили объявление. Будет встреча. Чего мы сделали не так-то? Законным путем. Это батюшка наш отец Саким. Говорит. Вы сначала к священнику зайдите. Нам приезжать туда уже. Они в это время что? Все уже перевернули. Ну знаете. Вот вы хотели тут в Доме культуры. Нет. Мы договорились. Что это не надо. Это наш благочинный из города Павловск. Отец Александр сказал. Это не надо. Как не надо? Да мы уже договорились. И какое вы отношение к этому имеете? Он сразу. Это свидетель Игова. Милиция и экипаж приехал. Это все заснято. И в третьем в Павловске. Это Павловск Большой Город. Это, сказать, село. 50 тысяч человек. И мы приехали, допустим, бывает 6 машин приезжаем. В клочки приехало 9 машин. Мы охватываем селение. Все. И раздаем там. И все-таки конец. Собираем людей. Самое ярое против это священники. Евангелие. Собирали они. И нам сообщили. Сжигали во дворе. Ну, даже когда-то отомститься Богом-то. И что? Теперь я все записал. Когда встреча была здесь, епископ был Дмитрий. Приехал наш епископ. Мы к русской православной зарубежной церкви относимся. Вместе все собирались. Мы признаем акт о каноническом общении. Наш Евтихий приехал, Курочкин. Я на диске записал это все. Вот как они в Павловске с нами поступили. Милицию вызывали. Как в Ребрихе, в Коробейниково. И говорим. Но если хотите, чтобы мы были вместе. Ну, давайте вызовите один раз. Разберем это. Пусть они в глаза выскажут. Сейчас здесь-то. Ни под каким видом. Сейчас ворон ворону глаз не выклюет. Не выклюет. Прикрытие. И что с этим романом, который... Ой, уходите, монарта. Епископом сделали в Рубсовске. Он на повышение пошел. Он патриот. Вот эта зависть труднее всего оправдывается. Пилат знал, что предали Христа из зависти. Пилат, язычник, знал. А они, первосвященники, парисеи, не знали этого. А почему? Это в них сидело. Стефан говорит, когда его побивали. И братья предали Иосифа, продали из зависти. Вот я представляю, если бы братья в то время кто-то допросил, допрос был и сказал, вы же из зависти. Из зависти? А чему завидовать? Мальчишка, он молодой. У него ничего нету из зависти. И здесь, что же против нас бунтовать? Да мы что-то сделали не так. И людей-то зовем в храм. Люди в храм не ходят. Представьте, тысячи человек на воскресный день. Шесть, больше десяти человек не приходят. Никого нету. А одиннадцать, говорит, монахов. Вообще, мы приехали к ним. Сначала зашли в храм. Благословиться. Ни под каким видом. То есть, это тормоза. Они не допускают до Христа. И что, так и все время будет? Вот вчера я слушаю, этот священник говорит. Там, в Болгарии, город. И вот, заметьте, на Западе, там 6% от населения ходят в храм. Поднимите, а Россия это свет еще будет. А он не знает даже, что в России в сводке показывает 2% и ходят. Только на праздники. 2%, а там 6%. Кроме того, когда произошел... Вот, я выставил материал из брака язычества. В университете она 5 лет опрашивала студентов. 3000 человек, 100 групп. Цепенникова. На 300 крещеных, 300, только один что-то знает. То есть, 0,3%. То есть, это даже ни Ахова, никакое. Языческая страна. И большего препятствия... Вот мы на благовестие проехали от Владивостока до Португалии. Нигде нету, там не есть священник. Священника нет, народ согласен, собирается, слушает песнопение. Где есть священник, он все силы бросает. Вообще не знает народу, но тут он пришел, как в село Тюменцево. Он встретил такой ярый. Притом везде одинаково. Только в одном месте мы здесь, трудно боязно назвать, священник один. Мы к нему заехали. Ой, вы сейчас пойдете, да вот там идите, обратно заезжайте, пообедайте у меня. И вдруг патриарх Кирилл говорит, что нужно, чтобы благовествовали, курсы организовывать. К нам сразу тот священник обратился, наши поехали. Там провели у него встречи, священник расположен. Все довольны. Нам мы послали братьев, сестер, они выступили. Это ехать надо, тратиться зимой. Итак, молиться о чем надо? В первую очередь о покаянии, загонения. На истину, на благовестие. На Евангелие. Богу нашему слава. Теперь у нас надо написать 14.